Жители Ридера третьи сутки остаются без тепла. Они создали петицию, в которой заявили, что местные власти не справляются с решением проблемы. Тем временем восстановительные работы продолжаются. Жанара Сулханова расскажет подробнее. Жители Ридера опубликовали документ, в котором просят помочь в решении сложившейся проблемы. Они считают, что местные власти не справляются с ситуацией вокруг ТЭЦ. Люди продолжают мерзнуть в своих домах. В городе сохраняется режим ЧАЭС. На данный момент на ТЭЦ запущены еще два котла. Однако тепла в квартирах горожан еще недостаточно. По словам жителей, горячая вода появилась, но она еле теплая. В городе работают дополнительные аварийные бригады. К сожалению, ситуация достаточно серьезная, но она находится под контролем. Все материалы уже готовы, все закуплено. Остается только прокладывать. Прокладка кабельной линии началась. Ситуация выравнивается. В ближайшие часы планируется завершить все плановые работы по котлу номер 6 высокого давления и запустить его в 21.00. Тогда подача тепла нормализуется, говорят в Акимате. На сегодня, в отличие от вчерашнего дня, сделаны серьезные подвижки. Как мы и говорили, мы запустили котел номер 2, котел номер 3 в работу. Сейчас работаем над тем, чтобы запустить котел номер 1. По факту аварии на ТЭЦ, которая произошла 5 ноября в Риддере, ведется проверка. Рассматривается вопрос перехода объекта в коммунальную собственность. По данным заслуженного энергетика Казахстана Жакыпа Хайрушева, на сегодня в стране функционирует 37 ТЭЦ. Из них 22 находятся в частной собственности, 15 в государственной. 28 ТЭЦ эксплуатируются свыше 50 лет. Срок службы оставшихся свыше 30 лет. Средний износ основного оборудования теплоэлектроцентрали составляет 66%. Жанна Раслханова, Информбюро, Восточно-Казахстанская область.